Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Chevrolet Trailblazer 2007 года выпуска Здесь стоит 4,2 бензин на автомате Но нас больше интересует двигатель Сегодня мы на нем заменим помпу Помпу системы охлаждения Вот такой вот агрегат И на нем побежала помпа Вот здесь вот у нас стоит шкив Нам надо будет все это снимать Снимать диффузор Снимать патрубок Снимать вентилятор Вентилятор здесь должен быть с электроприводом На нем Включение идет Хотя я пока не вижу Будем разбирать Увидим Скинем ремень Ну и доберемся до помпы Для этого мы сейчас сливаем Остатки антифриза Потому что здесь его много убежало Я думаю Я думаю, что его, наверное, даже В бачке и не будет Да, бачок у нас сухой Так, ну что у нас здесь-то тоже, наверное, нету О, и здесь радиатор пустой Сухо Вот так вот Вот так хорошо бежит помпа Ладно, приступаем Вот, показываем Я взял Вот такой вот ключ Разводной На 32 Большой И взял ключ Который для разбора стоек Регулируемый Вот такой вот ключ Вот это у него ножка Двигается Здесь Есть отверстия Вот они В шкиву Вставляем В эти отверстия Ключик И одеваем Вот этот На 32 Ключ На Вискомуфту Там получается На 32 Вот одели На 32 И Я молотком ударил Три раза Держал эту за ручку И по ключу Ударил три раза И он пошел Вот на резьба Здесь обычная Ни левая Никакая Обратная Обычная резьба Все Получается у нас На данный момент Вискомуфта Ослаблена Вот она Крутится Мы можем ее открутить А Видно Резьба Скручивается С помпы Теперь Мы снимаем Вот этот хомут То есть Снимаем два хомута С этого патрубка Снимаем В верхний патрубок Также мы Выдергиваем Шланги Несу Вот они идут Шланги На коробку Мы снимаем Их с диффузора Чтоб нам Вытащить диффузор Вот Отодвинул Откручиваем Два болта Вот этот болт Головка на 10 И вот этот болт Головка на 10 И уже после этого Мы сможем Вытащить диффузор Вместе с вентилятором Поэтому Сейчас мы откручиваем Полностью вентилятор Опускаем его В диффузор И откручиваем Диффузор Все Вот он Вентилятор у нас Снялся Теперь снимаем Патрубок И снимаем Диффузор Продолжаем Хомуты Жесткие Хорошие Все Патрубок Мы сняли Теперь откручиваем Два болтика М6 И с другой стороны Ну а теперь пытаемся Вытаскиваем диффузор Приподнимаем его вверх Здесь нужно Немножко Выеживаться Но тем не менее Все получается В данный момент Нам мешает Трубка На радиатор Которая на диффузоре Крепится Ее И одну и вторую Отводим И вот здесь Нам надо Получается Диффузор Отвести Чтоб он у нас Не упирался Да Конструкция Очень неудобная Вентилятор Вентилятор В дисфузор Не проваливается Он упирается Вот здесь Поэтому Приходится Как-то Вот Выеживаться Ладно Продолжаем Открутил Я вот эту Планку Здесь Получается По бокам С двух Зарон 4 болта 2 здесь 2 здесь На 13 Открутил Два Вот этих Которые Центральную Крепят И открутил Два На М6 Которые Крепят Кронштейн Решетки Также Открутил Крепление Аккумулятора Распорку И теперь Снимаем О Снимаем Вот эту Распорку Коперечину И у нас Вот это Начинает Механизм Двигаться Как у нас Подушка Сидит Непонятно Но тем не менее Радиатор У нас Стал Немножко Подвигаться Поэтому Мы можем Амплитуду Немножко Увеличить За счет Этого Становится Чуть-чуть Легче Ну продолжаем Дальше Также Отодвигаем Трубки Потому что Трубки у нас Продолжают Упираться Открутил Я на вентиляторе Еще Четыре Вот таких Болта С обратной Стороны Которые Крепят Вентилятор К вискомуфте Вискомуфта У меня Сейчас Получается От вентилятора Отдельно Попробуем Вентилятор Открутил Открутил Трубки Открутил Трубки так ладно открутим болты которые шкив помпит ветер ослабляем 4 болта и снимаем приводной ремень а 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 отжимаем натяжитель вниз его опускаем здесь 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 нам надо сюда Вот так. Вот мы скинули ремень. До конца мы его снимать не будем. Теперь мы откручиваем помпу. Не помпу, а болты, которые у нас крепят шкив на помпу. И снимаем шкив. Вот он шкив. Весь внутри он в антифризе. Это как раз говорит о том, что у нас бежала именно помпа. Кстати, помпа мининая. Ее меняли помпу. Но отходила она недолго. Так вот у нас сейчас все снято. В принципе, нам можно диффузор и не снимать с вентилятором. Хотя сейчас мы его можем снять. Так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Вот нависка муфты Вот она вся конструкция Очень неудобно Но тем не менее вот добрались Помпа Непонятно Помпа стоит Судя по всему Не так давно заменена Откручиваем Помпу Здесь получается 5 болтов На М6 Головочка на 10 Ну вот Болты мы открутили Все Теперь мы Вбиваем помпу Сейчас у нас Побежит остатки антифриза Внизу я поставил тазик Откручиваем Руки Сверхата Осенний aspect Попыт Всё А вот и видно след, как бежал антифриз. И похоже он бежал непонятно по заглушке, а не по заглушке, здесь дренажное отверстие, он просто по заглушке стекал вниз и бежал здесь, садник, побежал садник на помпе, хотя помпа, сейчас посмотрим чья помпа, маркировки на ней нет. Поэтому не скажу чья помпа. Берем новую. Новая помпа у нас фирмы Airtex. Номер Airtex 1724. Она идет на Chevrolet, на Hammer, на Isuzu, на Saab, на целый ряд моделей она идет. Здесь такая еще книжка есть, непонятно. А, как устанавливать, как натягивать, от чего. Идет в комплекте прокладочка металлическая. Это хорошо. Металлическую мы ставить, наверное, не будем. Мы заказали отдельно прокладочку. Номер у ней FL Pro 37, то есть 35704. Вот такая паранитовая прокладочка. На ней даже номер на прокладке выбит 35704. Чистим посадочное место от старой прокладки. Очищаем. Посадочную я почистил. Берем помпу. Снимаем с резьбы вот эту защитную. Защитное колечко здесь стоит. Берем прокладочку. И устанавливаем. И устанавливаем. И устанавливаем. Настыне полоски. И устанавливаем. И устанавливаем. И устанавливаем. О, как генератор И кондиционер Нет, натяжной ролик нормально А кондиционер с генератором Надо менять подшипники Ну что, подтянул Теперь затягиваем равномерно Все, помпу мы затянули Собираем в обратной последовательности Теперь мы опускаем Я на место наживил высокомуфту Но затягивать ее не стало Так она движется у меня Я ее потом затяну Поэтому вентилятор сейчас буду ставить Вместе с диффузором и вискомуфтой Потом будет очень тяжело ее обратно поставить Вот так опускать будете аккуратно чтобы не пробить радиатор по бокам вот эти направляющие идут по краю радиатора тогда не зацепите поправляем здесь трубки так ну вот получается я опустил шкив на место поставил вот эти трубки весь на место в разъем поставил поставить на место шкив помпы надо будет мучиться не зря ребята говорили здесь придется материться чтобы затолкать но мы материться не будем нам это ни к чему открутил я два болта от виска муфты миска муфта уходит дальше два болта у нас стоят центровочные чтобы нам не ловить потом эту миска виска муфту все шкив одели на место наживляем эти два болта на виска муфту теперь наживляем болты на помпу получается мы шкив наживили теперь мы заводим на место ремень нас раскидываем его как он должен быть и последним звеном мы накидываем его на генератор вот так вот здесь принципе на диффузоре есть схема как должен идти ремень очень удобно берем отвертку натягиваем ролик все ремень мы отделе он по ролику натяжного видно он шевелится все ручейки на местах все шкивы на всех шкивах ремень лежит теперь мы затягиваем шкив помпы берем ключик вот этот для амортизаторов и берем ключик на 13 в принципе тут и держать не надо двигатель сам создает достаточно усилия наживляем виска муфту виска муфту мы наживили а теперь прикручиваем вентилятор на виска муфту он только наживлен был у меня болтается придерживаем за вентилятор и закручиваем все вентилятор мы к виска муфте прикрутили теперь прикручиваем саму виска муфту вот она подошла держим ключом и затягиваем разводным разводной здесь на 32 все затянули устанавливаем на место наших два болта которые идут на крепление диффузора с одной стороны и с другой стороны устанавливаем на место наш патрубок и одеваем оба хомута так этот патрубок мы одели то есть этот хомут на патрубок теперь одеваем вот этот все патрубок мы поставили это мы затянули это затянули это затянули это затянули ставим на место нашу поперечину так 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 Продолжение следует... 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 Прогреваем двигатель...